Знаешь, там притрейники какие-то пьют. Если я пришел в зал, значит я хочу заниматься, и мне не надо дополнительно никакой не мотивации, ничего. Я, значит, буду работать по полной. Всем привет, меня зовут Александр Каправов. Сегодняшнее видео наше будет посвящено ошибкам в отжиманиях, обычным отжиманиям в бурележе. Расскажем об основных ошибках, допуская которые, вы можете травмировать себе плечевые суставы, у вас может остановиться рост ваших силовых показателей и так далее. Сегодня мы снимаем видос совместно с Денисом Вовком. Всем привет. Он сегодня также пробуется на роли оператора. Денис, расскажи, пожалуйста, ты из мира пауэрлифтинга, расскажи, пожалуйста, какие основные виды отжиманий ты использовал. Ну, два основных упражнения. Это отжимания от пола с весом и отжимания на брусе. Так же с весом, как правило, работает. Сейчас расскажу об основных ошибках в отжиманиях. Сразу хочется оговориться, если вы эти ошибки допускаете, допустим, в упражнении собственного веса, это одно. Но когда у вас на спине будет калором 100, все ваши мелкие недочеты, они будут уже не так прощаться, как на отжимания собственного веса. Наглядно на Денисе покажем, как эти все недочеты выглядят. Так, первая ошибка. Поехали. Первая ошибка – это когда вы оставляете свой таз внизу. То есть, если у вас будет вес лежать сверху на вашем теле, вся нагрузка идет в позвоночник. Вторая самая распространенная ошибка – это широкая расстановка локтей в стороны. Так в основном делают новички. Главная опасность заключается здесь в следующем. Это вот место вы можете нифигово надорвать, потому что в этом положении у вас идет перенапряжение вот этого места. Так, ты тоже, да, раньше неправильно отжимался, смотрю? И у многих еще ошибка в отжиманиях. Что на брусьях, что отжимания от пола, локоть не сохраняет правильную свою геометрию. То есть, вот я делаю отжимания, у меня остается 90 градусов. Ошибка тут в чем может быть? Загибание локтевого сустава, что не очень влияет на локтевой сустав. 90 градусов следим. Неважно, какая у нас вариация отжиманий. Хоть узкая постановка, здесь опять же тогда у нас нагрузка смещается с грудных мышц, больше на трицепс, но опять же, мы стараемся оставить 90 градусов, чтобы работала у нас нужная мышца, не было дополнительной нагрузки на сустав. Так, ну давайте еще раз. Конечный вариант нормальных отжиманий от пола. Натянулись, поясница у нас горбится, грудной отдел у нас круглый. И поехали. Еще раз. Первое. Локти вовнутрь под 45 градусов. Второе. Грудной отдел у нас круглый, поясница у нас горбится. Вся нагрузка идет вам вот сюда, на борт. Никаких болевых или дискомфортов в пояснице вы чувствовать не должны. И третий момент. Старайтесь следить за тем, чтобы у вас локти не выходили за перпендикулярностью с ладошками. То есть, чтобы не было вот так. Как-нибудь вот так. Вот так. Ну и так далее. Тем самым вы нарушаете всю свою траекторию, у вас неправильно прилагается сила, ну и в самом конечном печальном варианте это придет к травме. Так, ну теперь поговорим об отжиманиях с весом. В отжиманиях с весом все ваши ошибки на вот этом этапе будут уже, ну, менее простительны. Чем больше вес, тем больше ответственности вы берете на себя за все свои мелкие ошибки. Ну что, Денис, со скольки начнем? Ну давай с 25. Тебе 25, пожалуйста? Нормально. Ну, в общем, мы начинаем с небольшого длиниса веса. Это блинчик у нас на 25 килограмм. Отлично. Ну что, давай я тоже с тобой, а то что-то как-то не солидно. Вот спешим огнем. Так, дикулевские полтинники. Что, готов? Да. Потихоньку повышаем градус. Сейчас вес будет отжимать чей-то присед. Давай снизу помощнее. Еще давай. Хорош. Давай снизу помощнее. Нож. Ну что? Сколько тяжел, Леша? Ну, на данный момент, думаю, 170 с двою. Понятненько. Давай 75. 75 на 3, да, сейчас пойдем? Да, болтиник. 25. Но тут на самом деле самая сложность, когда ты его кладешь на спину, ждать в статике. Это да, согласен. Пока тебе одно, другое, даже, наверное, это по процентному соотношению 60 на 40, то что отжиматься чуть-чуть сложнее, чем дождаться, пока тебе все сложат. Да, хорошо, у нас есть полтинники. Если бы не было, то осложняло бы задачу. 75 килограмм. На таком весе все ваши ошибки уже повылезают наружу. Так, ну или что-нибудь другое вылезет. Красавчик. По 4 пока, да? Я по 3 хотел. Давай сбрасывай мне камеру в руках. Давай. Ладно. Давай, мощность лезь. Давай, 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 терпи. Давай, еще два. Так, все, я перемещаюсь на красный, короче. Веса уже критичные начинаются. Вот тут, как правильно говоришь, уже все не ошибки, но тут тяжело сохранить уже тень. Не только, а что меня пришло, но уже больше, чем у вас. Оп. Вообще, как будто там просто поролон на дыне. Красавчик. Ну, для Дениса это пока вообще просто 175-190, что-то я не увидел. Вообще тяжело, честно говоря. Давай. Давай, посерьезнее. Оп. Давай, давай, давай. Легко. Дави, 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 дави. Красавчик. Задавил. Ну, я говорил, надо было продержать. Ха-ха-ха. Что, 110 на раз пойдешь, нет? Давай, попробуем. Давай, давай, дави, 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 дави. Я говорил, надо было продержать. В общем, что хочется сказать. Во-первых, не гоните здесь за весами, не ходите на проходки. В случае, допустим, Дениса, у него основное упражнение жим лежа. Ну, я это использую упражнение как подсобное. Оно идет у меня третьим, четвертым движением. И, как правило, выполняется вот то, что сейчас мы вам показываем. Это такая некая авантюра. У меня это упражнение считается для меня, опять же, как основным, потому что от него я вижу больше, допустим, толку в моих там отжиманиях в горизонте, в стойке на руках и так далее. То есть, какой-то, ну, там, всякие жимы лежа, жимы стоя, я считаю для себя как подсобное упражнение. В них никогда не упирался. Ну, последние месяца полтора уперся в ноги, жимовых немножко сократил. Поэтому на сегодня я на видео обосрался. Вот, сейчас сижу оправду. В общем, все ошибки по отжиманиям мы разобрали. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Вот, с этим большим дядьком мы обязательно еще что-нибудь отнимем. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Всем пока.